Здравствуйте! Сегодня наша передача о здоровье будет посвящена мужчинам. Причем мужчинам достаточно взрослым, солидного, благородного возраста. Потому что именно им осень жизни подбрасывает различные неприятные моменты. Один из таких – заболевание предстательной железы. Мало того, мужчин, если они не следят за своим здоровьем, атакуют рак простаты. Диагноз рак предстательной железы – серьезное испытание для мужчин как с физиологической, так и с психологической точки зрения. Рак простаты – наиболее частое онкологическое заболевание после рака кожи. Вероятность заболеть им резко возрастает после 50 лет. Основная часть случаев рака предстательной железы выявляется у мужчин после 65. Рак предстательной железы – коварная болезнь. И сегодня мы поговорим об этом заболевании. У нас в гостях главный уролог Макеевки, кандидат медицинских наук Эдуард Завинович Миносеанс. Эдуард Завинович, почему возникает рак, его причины и насколько часто он встречается? Вы знаете, причины, собственно говоря, окончательно неизвестны. Есть множество теорий по развитию рака. Если мы говорим о предстательной железе, о раке предстательной железы, то основным фоном, по крайней мере, моментом, который благоприятствует развитию рака предстательной железы, является гормональное изменение, которое происходит в организме мужчины старше 50 лет. То есть начинается гормональная перестройка, и она может спровоцировать? Совершенно верно. Это достаточно часто встречающиеся заболевания, и, к сожалению, со временем, с годами частота этого заболевания увеличивается. Но можно сказать, что в Соединенных Штатах Америки, допустим, рак предстательной железы, это стоит на первом месте среди онкологических заболеваний мужчин. В России с 2003 по 2012 год заболеваемость раком предстательной железы выросла на 80%. Ну, такие же приблизительно цифры у нас на Украине. А почему растет рак? Почему? Ведь гормональные перестройки идут у мужчин с поколения в поколение, но почему-то именно вот это поколение попало бы туда. По-видимому, накладывается и тот образ жизни, и та экологическая ситуация, в которой мы живем, и они, конечно же, стимулируют развитие онкологических заболеваний, потому что рак предстательной железы не является единственным, который растет. Растут все виды. Конечно, конечно. Поэтому вот то, что я сказал, они, эти факторы, конечно, очень значительно влияют на развитие рака предстательной железы. Федор Анатольевич, ну, на что мужчинам нужно обратить внимание? Симптомы, так сказать. Первое, что должно насторожить? Вы знаете, рак предстательной железы относится к числу злокачественных образований, которые поддаются лечению. И своевременное выявление, рак предстательной железы позволяет человеку прожить 15, даже 20 лет. Но все нужно сделать своевременно. Если говорить о цивилизованных странах, то в Европе мужчины старше 50 лет для них является обязательным один раз в год посещение уролога и обследование на предмет возможного развития рака предстательной железы. Не секрет, что мужчины старше 50-60 лет начинают испытывать определенный дискомфорт, при мочеиспускании. То есть в чем это выражается? Они начинают чаще мочиться, чем прежде, чем прежние годы. Они начинают подниматься в туалет по ночам, чего раньше не делали. У них уменьшается напор струи мочи, она становится более тонкой, вялой. Это вот те признаки, которые говорят о том, что есть препятствие к катоку мочи из мочевого пузыря. Этим препятствием является предстательная железа. При наличии таких симптомов нужно обратиться к урологу, и даже не дожидаясь, пока они разовьются, пришел возраст 50 лет, значит нужно думать о том, что возможно развитие заболевания предстательной железы. Три кита, на которых базируется дифференцирование доброкачественной аденомы предстательной железы и рака предстательной железы, это анализ крови на простатический онкологический антиген, это исследование УЗИ, прямо кишечным датчиком специальным, и пальцевое исследование самого уролога. Вот эти три обследования достаточны для того, чтобы заподозрить, либо отвергнуть наличие какой-то опасности в онкологическом сценарии развития заболевания. Если такое опасность существует, если такое подозрение существует, то необходимо делать биопсию предстательной железы, подтвердить или исключить рак предстательной железы. Все диагностические приемы, которые для этого необходимы, в Макеевке есть. В Макеевке есть 7 урологических приемов во всех больницах, с 1 по 7 больницах города, и эти обследования возможно осуществить. Вовремя выявлены рак предстательной железы, аденома предстательной железы, доброкачественная даже. Возможно, даже медикаментозная терапия без хирургического вмешательства. То есть есть различные способы лечения. Лучевая терапия, медикаментозная, гормональная терапия. То есть чем раньше обратится мужчина, тем легче будет лечение. И больше выбор, допустим, в инструментах для лечения. Понятно. А скажите, возникает ли рак предстательной железы у молодых мужчин? Или только это удел вот таких людей постарше? Очень редко. И чаще, если говорить о совсем молодом возрасте, это бывает саркома, а не рак. А в чем отличие саркома? Это достаточно редкое заболевание. Отличие в том, из каких тканей исходит опухоль. Рак предстательной железы – это чаще всего аденокарцинома, то есть это гормонально зависимая опухоль. А саркома – это опухоль, исходящая из соединительной ткани предстательной железы. Она труднее подается лечению, она более злокачественная. Вот. Чем такой рак. Ну, по поводу диагностики мы сказали. Вообще, диагностировать, я так поняла, не так уж и сложно. Да. Надо просто прийти, отдать себя, так сказать, в руки диагностической аппаратуры и врача, и сразу можно будет поставить диагноз. Нужно полюбить себя и посвятить часть своего личного времени для того, чтобы пообщаться с урологом. Вот вы сказали по поводу того, что можно по определенным анализам определить, есть ли… Риск развития. А вот онкологические маркеры, вот как говорят, что это такое и применяются ли они здесь в диагностике? Конечно же. Вот я сказал, первый из них – это анализ крови на онкологический маркер, так называемый PSA. Это вот аббревиатура латинская. Это простатический онкологический антиген. По его уровню судят, допустим, это придумано как для скрининг исследований, то есть это можно обследовать большие количества людей и выявлять среди них больных, которые предрасположены или которые имеют подозрение на развитие онкологического заболевания. Скажите, сколько стадий развития заболевания существует? Четыре. От первой, когда процесс только начинается, когда можно применить все виды лечения известные. И хирургический радикальный, и трансуретральный, более-менее радикальный, медикаментозный, гормональный, лучевую терапию. Все виды лечения можно. Да, первое. Четвертое – это вы понимаете, что это запущенная стадия с одоленными метастазами. Она уже, наверное, неоперабельная такой рак. Это и неоперабельная. Тогда в этой стадии прибегает симптоматическая терапия. Это когда у человека есть метастазы в кости, в легкие, с нарушением оттока лимфы из нижних конечностей. Это тяжелые погибающие больные. Вот для того, чтобы себя не доводить до того, что он становится больной, становится инаккурабельным, то есть ему мало можно помочь уже и медикаментозно в любом другом плане, нужно своевременно это заболевание диагностировать. Ну скажите, ну пропустил человек, допустим, первую степень, ну как-то запустил себя во второй степени развития заболевания. Это еще можно человеку помочь? Конечно, безусловно. Опять же, всеми известными способами. Это тоже можно применить и операции, и неоперации, и лучевая терапия. А третья? Выживаемость на третьей стадии какая? Вот если в процентах. Ну конечно же, меньше, чем первая и вторая. Понятно, да. Конечно же. Ну, я думаю так, что процентов 30. На третьей стадии? При третьей, конечно. А четвертая там? А четвертая, это уже человек, будем говорить, доживает. Вот скажите, если, допустим, мужчине назначают операцию, обязательно это там какая-то полостная операция, или сейчас вот лапароскопически как-то можно это все сделать? Да, радикальную операцию при раке предстательной железы, вот ранних стадий, когда это ноль, первая стадия, можно сделать лапароскопическим способом. То есть это без всяких разрезов? Объясните нашим телезрителям, лапароскопически это как? Да, это существуют маленькие, двухсантиметровые разрезы, через которые инструменты подводят к предстательной железе и под контролем глаза через оптические приборы осуществляют удаление не только предстательной железы, а семенных пузырьков и окружающих тканей. Ну скажите, после такой операции, наверное, нарушаются какие-то функции чисто мужские? В определенном проценте да, но вот в последние годы разработаны виды операций, которые, будем говорить, направлены для того, чтобы избежать нарушения сексуальных именно. И процент таких осложнений после таких операций не превышает 3-5%. То есть, ну, практически проходит без следований? Да. А скажите, есть ли какая-то определенная часть людей, которая находится в группе риска? Вот какие-то люди? Вот, которые должны заподозрить, ну, возраст, допустим, это понятно. А может быть, еще какие-то вот люди? Это наследственность, например. Совершенно верно. Наличие, конечно же, наличие по мужской линии больных раком предстательной железы. То есть, есть вероятность, что в следующих поколениях А если, ну, человек отказывается от операции, что-то, может быть, там, боится, медикаментозно можно ли вылечить, там, допустим, вторую, третью степень? Или тут просто радикально надо и никаких... Если человек отказывается, то в любом случае, на любой стадии можно применить методы лечения нехирургические. Они будут также эффективны? Не будут они так эффективны, но достаточно эффективны. По крайней мере, они стабилизируют состояние больного и позволят ему продлить его жизненный путь. Это гормональная терапия, это лучевая терапия и множество других еще подсобных методов лечения, которые позволяют продлить человеку жизнь. Но операция все-таки, все-таки лучший из выходов. Она лучше почему? Потому что она радикальная, а во-вторых, потому что... Убрали опухоль и... А во-вторых, потому что ее можно использовать только тогда, когда ранняя стадия развития. То есть сама ранняя стадия развития предполагает... Ухватили, удалили и все. А скажите, вот этот вот процесс послеоперационный, что там нужно еще делать? Вот удалили ему там эту опухоль, что затем? И после операции и лучевую терапию назначают, и гормональную? Не всегда, это очень индивидуально. Процесс реабилитации длится от нескольких месяцев до полугода. То есть это процесс восстановления мочеспускания, восстановления чувствительности, общего тонуса организма. То есть, естественно, это тяжелая, серьезная операция, которая требует определенного времени для восстановления силы, энергии. То есть не так быстренько, что... Конечно, конечно. С операционного стола встал и пошел. Эдуард Александрович, ну а вообще вот прогноз послеоперационной? Если ухватили, если сделали операцию, если еще не пустили метастазы, то это нормально? Это человек проживет еще достаточно долго? Вот я с самого начала сказал, что в принципе рак предстательной железы, это он более благоприятно протекает по сравнению, допустим, с раком желудка или легких. Одним из свидетельств этого является то, что вот при этих других онкологических заболеваниях существует критерий успешности лечения, так называемая пятилетняя выживаемость. То при раке предстательной железы есть такой феномен, как десятилетняя выживаемость. То есть там является это критерием. Поэтому как минимум 10 лет и больше человек может планировать жить. И будем говорить, выбор больных для радикальных операций, некоторых, одним из пунктов, по которым выбирается, это оценка общего состояния больного и его возраста со способностью его прожить еще 10 лет. А скажите, после операции, после всех вот этих вот манипуляций, побочные явления какие? После радикальных операций? Да. Ну вот сексуальное расстройство, мы только что об этом поговорили, неудержание мочи, которое тоже с течением времени в в большинстве случаев восстанавливается. Ну, пожалуй, все. И все вот эти вот. Ну, если все восстановится, то и нормально, и человек еще и проживет. Он не полноценно продолжает жить. Полно здоровым. Скажите, а кто выполняет операции? Это урологи делают или онкологи? Кому обратиться человеку? Обращаться нужно обязательно к урологам. Потому что они должны сначала больного обследовать, поставить диагноз, определить, какой объем лечения можно больному предложить, а затем уже можно выбирать, так сказать, и где оперироваться, и в каких клиниках, и каким видом лечения отдать предпочтение. Но сначала надо идти к урологу. В первую очередь нужно пойти и обследоваться. Без фундаментального обследования выбрать метод лечения невозможно. Еще, Эдуард Завинович, вот эта опухоль, она затрагивает, допустим, если говорят о распространенном раке, он только предстательную железу захватывает или пошел дальше? Естественно, это зависит от стадии процесса. То есть, если мы пропустили, то он пошел дальше, 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 а на четвертой стадии уже пошел в пактимополизм. Совершенно верно. В отдаленные органы метастазировать. Простать в окружающие ткани, в окружающие органы. То есть, метастазы, это дает, как и любой рак, дает метастазы и это заболевание. Да. То есть, как выводом мы говорим о том, что ни в коем случае нельзя сидеть, сколько раз в год надо обследоваться? Раз, два? Если, допустим, благополучный человек без какого-то предшествующей истории развития какого-то заболевания, урологического заболевания, предстательной железы, для здорового человека достаточно один раз в год. Если у больного выявили какие-то изменения в предстательной железе, подозрительные, то может быть это чаще, может быть это раз в полгода, три месяца, он может начать динамическое наблюдение. Скажите, вот я так поняла из нашего разговора, что вы сторонник, так сказать, радикальных изменений, сторонник операций. Но можно ли как-то вот медикаментами убить опухоль? Вы знаете, я, у вас немножко ложное создалось впечатление. Да. Этот вопрос решается индивидуально в каждом отдельном случае. Ну да, вы говорили. Нужно с человеком обсуждать ту дорогу, которую он себе выберет. Ну каждый человек хочет жить, каждому хочется продлить свою жизнь, но он же не скажет, хорошо, я знаю, что лучше, конечно, убрать эту опухоль, лучше, конечно, сделать операцию, но я не хочу. Бывают такие случаи? Больной пациент должен получить информацию от врача, которая позволит ему сделать выбор в ту или в другую сторону самому. То есть он осознанно должен идти, понимая определенные риски, которые существуют при реализации каких-то определенных методов лечения, или же наоборот плюсы, которыми располагает другой вид лечения. Тут имеют значение экономические, так сказать, какие-то моменты, потому что, допустим, радикальная операция, она достаточно дорогостоящая. Вот. Медикаментозная, менее дорогостоящая, но зато она более продленная по времени, потому что если начинается какая-то химия или гормональная терапия, то практически она будет продолжаться у человека всю оставшуюся жизнь. То есть как обнаружили, и оно пошло, пошло, пошло. Да, если не делать радикальных методов лечения. Скажите, но только вот мы что-то вот говорим все о раке пристательной железы. Неужели только эти заболевания вот в таком вот солидном возрасте атакуют мужчин? Может быть, и другие какие-то урологические тоже не дают спокойно жить? Ну, это, в первую очередь, доброкачественное заболевание этой же пристательной железы, так называемое доброкачественное гиперплеplaneер пристательной железы. В прежние времена ее называли аденомой пристательной железы, которая проявляет себя тем же расстройством мочеспускания, которое может привести к задержке мочеспускания в крайних стадиях развития. Сейчас есть очень большая база медикаментов, которые позволяют человеку улучшить качество жизни на первых стадиях развития заболевания. Если это заболевание стабилизируется и не прогрессирует, человек может до конца жизни обойтись без операций. На одних только медикаментах. Но если заболевание прогрессирует, если применение медикаментозных средств не помогает к восстановлению нормального мочеспускания, то тогда следует прибегать к операции. Тоже операция. Скажи, и при доброкачественной опухоли тоже идет гормональная терапия, химиотерапия, лучевая терапия? Нет, этого не нужно. Ничего этого нет. Это только при злокачестве? При раке. А как часто аденома встречается? Чаще намного, чем рак. Чаще, чем рак, да? То есть, считается, что в возрасте старше 60-ти лет чуть ли не половина мужчин уже имеет разные стадии развития аденома предстательной железы. Ну и как часто эти 60-летние мужчины приходят к урологу? Намного реже. И что, ничего не беспокоят? Или просто они терпят, думают уже не надо ничего? У нас национальная особенность такая, только когда человек припекет, он тогда начинает чесать по тылу. А скажите, а если припечет, что должно произойти, чтобы человеку уже припекло? Это тогда, когда не отходит моча, я так поняла, да? Да. И тогда скорая помощь с воплем больного привозит его в больницу с тем, что у него эвакуировали мочу, и после этого человека становится легче, и он начинает думать, как дальше быть. Что значит эвакуировать мочу? Как вы это делаете? Вы как-то... Катетером. Катетером через мочеиспускательный канал выводится моча. И потом вы уже выбираете метод лечения, обследование, наверное, метод лечения и так далее. Ну, на первом этапе мы пытаемся восстановить человеку медикаментозно мочеиспускание. С тем, чтобы человек имел хотя бы время выбора в этом. Если же этого не происходит, то возникает ситуация, что больного нужно оперировать экстренно в течение ближайших двух-трех суток. Если этого не сделает, человек погибнет? Ну, у него... он не погибнет, но у него разобьются осложнения в виде воспалительных процессов, почечной недостаточности, которые негативно скажутся на общем состоянии больного, и под вопросом станет вообще переносимость для него подобной операции. И тогда дело заканчивается тем, что калечащая операция наложения свища мочепузырного, то есть трубочку ставят мочевой пузырь через живот, и он с бутылкой живет определенное время, пока не восстановит свои силы, и пока другие, так сказать, органы, легкие, сердце не придут в такой порядок, который позволил бы человеку перенести большую операцию. То есть потом все равно будет операция? Потом все равно будет операция. В любом случае. Ну, естественно, если захочет больной, и может до конца жизни жить со свищем, но это, я еще раз говорю, это калечащая ситуация, то есть мало кому приятная, и поэтому большинство людей сами активно ищут возможности сделать потом радикальную операцию. Все равно. Скажите, пожалуйста, вот, опять-таки, какие вот симптомы? Вот человек, как-то вот мужчина перестал мочиться, но что этому, допустим, предшествовало? А я в самом начале сказал, это увеличение частоты. То есть как он чаще стал ходить в туалет, тут уже он должен задуматься, что... Изменение качества строя мочи, в первую очередь. Именно эти. Никакие другие, там, может быть, у него что-то там, где-то боли возникать или там еще что-то? В первую очередь возникает вот... Чаще на них не обращают как-то внимания, и когда поступает больной, начинают спрашивать, а сколько раз вы до этого мочились ночью? Он говорит, два-три раза. Я говорю, и что, это нормально, считаете? Он говорит, ну а что, ненормально, что ли? Я говорю, ну вы вспомните, вот 10 лет, 20 лет назад. Ну, конечно, тогда такого не было. Понимаете? То есть как-то немножко нивелируется самооценка, допустим, вот этих проявлений. Может быть, это от возраста зависит, но человек считает, что он, допустим, вечером выпил лишний стакан чая, и поэтому он два-три раза поднимается. Хотя в молодости тоже не было. В лучшем случае один раз. А как нужно вот себя контролировать? То есть человек ночью не должен в туалет ходить вообще? Здоровый человек не встает. Нет, да? А вот когда начинаются ночные хождения в туалет, тут уже, так сказать, вопрос о здоровье. Да, тут возникает такой механизм. Мочевой пузырь, он из себя представляет, это мышечный мешок. И он, сокращаясь, полностью опорожняет себя. Если происходит полное опорожнение мочевого пузыря, то его емкости достаточно для того, чтобы человек ночью проспал, и чтобы не вставал его опорожнить. А если мочевой пузырь, его мышца, детрузор, ну, будем говорить так, вот если, выражаясь, устают, то они не полностью опорожняются. И мочевой пузырь, будучи не полностью опорожненным накануне вечером, время, необходимое на то, чтобы ему наполниться, нужно, конечно, намного меньше. И он в течение часа-двух начинает опять наполняться, вызывает позыв к мочеиспусканию, человек просыпается, идет мочиться, кажется, что 100 мл он помочился, это достаточно. Через час, через два у него опять повторяется ситуация. Вот то, о чем мы говорим. – Скажите, это, что касается мужчин, если женщина встает часто ночью, это тоже говорит о каких-то заболеваниях у нее в мочеполовой сфере? – У женщины это совсем другая тема, будем говорить. – Да, 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 это тема, но вот просто хочется как-то… – Да, я прокомментирую. У женщин нарушение частоты мочеиспускания связано либо с воспалением самого мочевого пузыря, либо же с воспалением женских половых органов, либо наличием каких-то других заболеваний женских половых органов, кист, опухолей, это может на это влиять. У женщин, страдающих с сахарным диабетом, возникает расстройство мочеиспускания, вплоть до того, что даже задержки мочи даже бывают. – То есть у женщин это… – То есть ночные вот эти хождения в туалет, это уже симптом того, что что-то в организме не то? – Совершенно верно. Нужно с этим разбираться, так не должно быть. – Понятно. Итак, рак предстательной железы является одним из самых распространенных заболеваний среди мужского населения в мире. Чем раньше обнаружена болезнь, тем больше шансов на выздоровление пациента. Поэтому особое внимание нужно уделить профилактической медицине. И всем мужчинам по достижении 50-летнего возраста проходить общее медицинское обследование. А мужчины, относящиеся к группе риска, должны начинать профилактические обследования в 40 лет, чтобы не пропустить заболевания. Мы благодарим нашего гостя, кандидата медицинских наук, главного уролога Макеевки Эдуарда Завиновича Минасянца за содержательную беседу. А всем нашим телезрителям, и особенно мужчинам постарше, берегите себя, будьте здоровы! – Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова